Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня я опять уезжаю из Харькова. Уезжаю не одна, с подругами. Как всегда, вы уже их знаете, любите и пишите им хороший комментарий, комплименты. Это очень приятно. А уезжаем мы сегодня в Умань, в Софиевский дендропарк. Если интересно, поехали с нами вместе. Поезд Харьков-Омань, шестая платформа, номер 65. Уже, наверное, подали. Пора идти и садиться. Это наш поезд. С нами будут ехать три собачки. Как им будет жарко сегодня. В вагоне очень жарко. Нас будет ехать четыре человека. Вагон плацкартный. Идем искать свои места. Юля, Коля, Таня. Нашим полку прибыла. Это я рассказываю для зрителей. Кто еще у нас будет теперь? Ну, а это наше чаепитие. Снимаем с ним уже. Сложи. Сосердство. И ваги. Ваги. Сложи. Смотри, ты его не утопит. Нет, так уж и. друзья мы уже в ум они 905 доехали здесь довольно маленький вокзал идем искать сейчас автобус до софиевки это автобусная остановочка и будем сейчас наверное садится по 12 гривен то был и не наш автобус вот ждем другой пятый номер можно доехать прямо до центрального входа это точно наш автобус 5 ну что мы доехали в общем мы дошли до входа билет стоит 100 гривен вот сколько экскурсия пока не знаю давайте посмотрим вартие сходного квитка 100 гривен для детей школьного века 50 экскурсия для дорослих 70 для детей школьного века 40 минимальная вартие экскурсии до 10 осіб нас четверо ну сейчас посмотрим наши билеты вот 100 гривен и мы купили экскурсию за 700 гривен можем заходить можем заходить так это софия потоцкая это ее муж который для нее построил создал этот парк так у нас обалденевший экскурсовод интересная женщина нас уже развеселила но возможно не все слышно будет но постараюсь поснимать экскурсию рядышком пруд очень красиво какая красота парк полностью построена вручную то есть это не натуральная природа вот речка гранита много экскурсия около двух часов я все снимать не буду потому что очень долго с нами собачка ходит это 1 грот который мы увидели нам о нем рассказали эти все гроты искусственные под землей под городом есть камень а гранит поэтому гранит брали здесь же конечно рассказывают интересно очень нам еще и легенды античные рассказывают но я не повторю пока просто пока свой красивый вид тут сувениры продают а дальше концерт очень красивая альтанка фонтан и поют женщина посмотрите здесь брусчатка она была на центральной аллее это брусчатка тысячи восемьсот три с восьмого года но сейчас это все заложили обычной плиткой потому что очень неудобно людям ходить это радоновый источник официально воду пить нельзя но все пьем краса источник росы это источник здоровья это источник рода джерело розуму я плохо расслышала это что быть умным нужно пить и умываться в общем парк огромнейший вот и наверное я сниму два или три видео что вас не утомлять длинными сюжетами поэтому это только начало вот если интересно идемте вместе и смотрите мои следующие видео куча сувенирных лавок некоторые закрыты потому что еще утро ну как и везде любом курортном месте да это фонтан змея до центре змея видите лодочка стоит какая красивая большая фонтану 228 лет его строили еще крепостные крестьяне вот и так грамотно рассчитали что без электричества фонтан работает вот то есть но кто-то очень умный знают как это можно было раньше сделать сейчас только меняется меня задвижки меняются работник который включает кран вот видите какой шикарный фонтан это мусорка нам сказали не фонтанчик а мусорка и такие интересные скамеечки прямо в тему фонтан ну фонтан шикарный конечно шикарнейший вот видите тоже вручную эти гроты сделали снизу камень натуральный он тут и был а сверху затянули вручную камни а дальше статуя одиссея это центральная часть парка водой метр чтобы пчелник не пулся по цему по внизу а чтобы водичка была вот это набирается наберут этот склон засадили девичьей виноградом чтобы грунт не опускался вниз тут очень красиво ранее весной и осенью когда все будет красное будет красное листва так собачка нас сопровождает их две было одна впереди бежит но вторая с нами идет рядышком идем центру этого парка и там тоже обещают красивый вид тут парнокопытные 21 штука олени вот еще какие то один там бегал где-то вот ходит один остальные узи кормушки шикарный вид смотрите какая красота просто супер так это грот какой то очередной грот аполлона аполлоны стойте и прислушайтесь до водоспаду прислушались до води почули и собачка с нами как это как тревога как тревога как тревога как тревога да ничего особенного давайте вы бегом Галлифуд да но понимаем что воно рассчитывается не то что я открыла рот и все как бы этот склон был в полне не нужно было рассказать заходишь и все равно понимаем так отправимся дальше собачка с нами такой зеленый склон тут видите поливается все партерный амфитеатр идемте поближе смотреть оранжерей еще со времен графа Потоцкого чтобы они отдохнули забывали что пора по домам гостевали и гостевали фонтан сими струми но бачим скажут не забывайте девчата юля первая била хочу быть молодой и без моржек смотрите тут видите уже гранит асфальта нет видишь ручейок вода течет там грот дальше там коридор десь 6 метр и он трошки подпиток. Если хоть в притул подъедете, ничего не побачите. Смотрите, имеет форму конуса. 4 метра 30 сантиметров с завышки. Бачите ликонцы вверху. Кажут, при потоке тут стояла статуя Дианы. И в какой-то промежутке, промеж солнца походит через ликонцы, потраплял примитенько в этот бассейн, и выходим на ней, в зеркало Дианы. Видите, вода прямо из-под камня течет. Это гидросистема такая. Это все искусственно. Материал, из которого парк все сделано. Оце по цих каменюках 228 роков ходят люди. Більше 6 людей нема. Граждава інша, сторіччя інша, а граница стоит. Более 6-ти роков будывался парк. Каждый день добудет место было до 800 крепакей. И наши науковцы нашли документы, которые подтверждают, что Потоцкий своим крепакам платил заработную плату. И включен и в Умане. А это было 100 роков до изменения крепак. Это прогрессивная работа была. Идемте дальше. Больше, наверное, я не буду разрывать экскурсию на части. Пускай будет одно длинное видео. Потому что, ну, очень интересно. Не хочется разрывать. Красиво как. Ой, тут лебедь. Давайте подойдем сейчас ближе к водопаду. Я поснимаю его. И потом догоню своих подруг. Смотрите. Смотрите. Как красиво. Очень-очень красиво. Это центр парка. Это центр парка. О, тут плавают рыбки. Смотрите. Рыбешки красные. Немножко ближе поснимаю. Мы залезли на камень фотографироваться. Ну, и посмотрим на водопад. Что? Какой-то грот. Они стоят на первой точке. Одна, другая, третья. Но, не думайте, что камень здесь капюшка не построит. Вот эта третья точка, у меня фирма такого каменного борта. Когда парк открыли, у меня цель был до рисунка. 300 тонн, гривенька. У него был заборчик. Сюда никого не пускали. У нас демитрусили нет. Но у нас бывают послухи из Одессы, из Румунии. Такие послухи были. В городе были насильки. У камень не стоял. Такое было что-то стоять. Короче, это слон. Это голова и ухо. Хопот. Большие ноги, что ли. В общем, все от вашей фантазии зависит. Памятник Парису. Но это же богиня. Поза здравоохранительной красоты. Не было шесть таких голов. В каждой голове потеряла зуби. Еще 12 лап. Только стало негарно, сразу стало злюще. Вот так. Цей камень же никто никуда не тягнул. Он своей основой лежит под парком. Забрали грунт. Поставили стамейку, столик. Каждый рот и каждый имеет свое инженерное решение. Я вам на початке указала. А вот это тысячи. С первыми. То есть, как было при пузыре, все на такие. Была большая столешница. Это уже шкрябали. Здесь был. Ааа. Было написали. Ага. Это вот видите камень. Это профиль графа Ватоцкого. Хозяин этого парка. И наши науковки, наши документы. Кстати, в этом озере много тостолубика. Нам сказали, там не темные пятна. Это плавают рыбы. Ну и я опять не вижу, как всегда. Так, еще одна статуя. Оливцевое дерево. Ялевець Козацкий. У Козацких вот эти кущи внизу, что мы привыкли. А это Ялевець Дюрджинского. Видите, как карат скрутен. Вот это делают все деревни. Не грифель сам. А именно это дерево. Оливцевое дерево. Барбарис Тумберга. Ну что по-разумному. Я шестин. Барбарис. Ха-ха-ха. До конца сезона оно все будет обгладанное. А что такое маленькое? Он уже крупный должен быть. Он совсем маніпулсенький. Глава было, что какие есть. Ей до конца сезона не будет. В Крыму он великий. Да, нет. Великий, да. Сейчас мы ждем сюрприз какой-то. Возле водопада. Еще у нас дерево. Боярисник. Ой, какой-то ангелочек. Весь жасмин чубушник. Не мимо воды. Вот он весь скрутен. Нема воды. А там все границ. Проблема с водой. Ой, какая красота. Эррот. Амур. Копидон. Видите, как на реке тут закохнут? А, так Копидон. Подивите на эти зяноны. Нос на бундюч. У него квадраты раз враты. У него есть два видов стрелы. Золотые стрелы. Вот он в таком поганом у нас встречал. Их женщина. Он со всей своей вредностью. В одного потрапит золотой стрелой. В другой стрелы. И все пересварят. Но если он в добром поганом, он в обоих потрапит золотыми стрелами. И все не будет хорошо. Так что если мы с собой пересварились, а мы били эпохнастые, а нам этот Копидон крутят. Стрелочник. Видите, виноват. Стрелочник. Он же такой робот. Какой красивый мост. Так, а это сосна сказали. Сосна обычная. Треба ее разрезать и кольца раковать. Как наши дизнались, что это дерево в таком году. Был такой мандривный. Долгорукий. Вот это Тимпейская долина. И он писал. Я сижу в Тимпейской долине. Тихо эти четыречушки. С левой стороны от меня маленькая сосенка для 10-15. Наши подивилися, когда он писал споруды. Ведняли. И выявилось, что это дерево посадили при Потоксе. То есть ему больше 220 рублей. Смотрите, художник рисует картину. Идемте послушаем. Как красиво. Как красиво. Национальная академия наук. Кто лакухов раньше? Лакухов вот так. Это Кременеч и Белокопытника Песня. Это садовая форма. За ним смотрятся. Вот видите, каждый весной вот такой колес рожевый. Потом он вытягивается и у него колес такой, как уль бабка. Колес засыхает, падает и весь сезон шикарные листья. Это тис ягодное или красное дерево. Таких в Крыму полно. Выносится ягодное на обровленное, на веселье дороге спальный гарнитур. Ни наседника не прийдет. Иди по иначшему вопросу вырешивай. А это корабельная сосна. Еще один художник. Собачка, которая с нами ходила. Тут же, рядышком. Это тюльпанное дерево. Ну опять нужно напрячь, как это, уяву, воображение. И тут какие-то головы кого-то животных. Я никого не вижу. Никого и ничего. До десы приводили водичкой. В Италии, Балканской, в Нечной Америке. Воды сиклали на какую-то бричку. Ком земли мокрой нюхой прикрыли. 270 км приїхали на Слову. Берли яму, налили воду. Дерели 20 или 40 км. Опять шумит вода. В разных местах. Небольшие водопады. Уходишь, да, тише становится. Гляньте, какой красивый тополь. Но это ручная работа. Оно само так не растет. Видите, обнимает дерево. Дерево обнимает. Тут 4 дерева. Аж видите, как они сплелись. Опять водопад. Вот если посмотреть наверх, то там вода стоит. Стоячая вода. Это как наша жизнь. То вода спокойная, то потом водопад или жизнь спокойная. А это похоже на какую-то черепаку, кажется. Еще какой-то грот. Что-то там такое. Ой. Собаки от нас не отходят. Обе. Нужно зайти в этот грот. Загадать желание. Никому о нем не рассказывать. И затем выйти и ждать, когда желание исполнится. Загадала. Это грот Калипсо. То место, куда мы заходили. Заметьте, скала из красного гранита. Еще один грот. Господи, ваза. У нас был такой мистер. Исток. Чего оцелеть? Сейчас. Давайте ближе подойдем посмотрим. Там статва Венеры. Исток. 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 В центре у него битая корова. Я сюда не работала. Девчата рассказывают, что когда сделали реставрацию, сделали, где-то взяли на прокат поль-то сазанов. Сазаны протеревались 2-3 дней. Не из-за того, что мы диким. За 200 лет спас меня своенаправленность. Смотрите. Мы с вами доросли и все равно в эту сетку ходят. А я в шубити. Мы уже прошли почти весь парк. Доходим до конца. Вверху еще какой-то пруд. И тут уже для туристов кафе, сувениры. То есть наша экскурсия уже заканчивается. Верхний пруд. Тут можно еще покататься на лодке. Это стоит 80 гривен. А нет, 150. 100 гривен. Не думайте, что гидросистема – это труба, и от нее шланги отправляются. Фетида окрема. Вот достаточно окрема. Из меня окрема. И там, да. И там, подивайтесь. Останье льво. Здесь шлюз. Нам показывают. И можно будет поплавать. Ага, вон там острый куханье. Розовая альтанка. Все, друзья, наша экскурсия закончилась. Я буду тоже заканчивать это видео, эту прогулку. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше гулять вместе. До скорых встреч. До свидания. Жду вас на моем канале. previously я отсюда смысл 되게 гляну. Продолжение следует.